Друзья, всем доброе утро! С вами, как всегда, Алексей Крылов. Мы находимся в Турции, город Анталии. И это видео посвящено тому, что мы сейчас собираемся улетать. Сейчас за нами приедет трансфер, со мной, как всегда, самый верный и надежный и любимый попутчик Диана Крылова, моя жена. Посмотрим, что происходит в аэропорту, есть ли какие-то новые правила. В общем, давайте отправляться. Сейчас 4.30 утра, мы только проснулись, очень сильно хочется спать. Ну что, приехал за нами Фархад. Многие спрашивали фирму, сейчас покажем фирму, в которой он работает. 4.30. Все есть. Частыми, частыми. Многие спрашивали, что за фирма, потому что я показывал, что Фархад забирал с аэропорта. Он работает как трансфер. Викинг Стар, компания, да? Компания. Да. А в интернете так и называется, Викинг Стар, да? Да, интернет. Все. Я думаю, многие поняли, что за компания. Ну все, наш черный Мерседес отправляется в аэропорт. Дали водичку. Спасибо. Да, и шоколадку, да. Спасибо. 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 Ну что, прилетели, пришли мы. Приехали мы к аэропорту Анталии. Все, сцентки в рематч. Ну что, мы уже прошли в аэропорту. У нас единственное, был контроль, проверили чисто все вещи. Полностью просканировали. Сейчас смотрим стойку нашей регистрации. В Аланье нам никогда не было холодно, а здесь Диана одела кофту, да? Просто нас спрашивали, зачем Лёша с собой в дурцию берет кофту. Да я не кофту брал, а я просто взял сверху, ну как. Я же не поеду чисто в одной футболке. На всякий случай взял эту. Не, ну ты же с собой взял тогда кофту в длинном руковом. Ну да, да, да. И ты же в самолете одевал? Да, да. Ну потому что в самолете тоже включают кондиционер, не всегда, но часто включают так, чтобы очень холодно. Ну да. Так, вот они наши стойки регистрации. Мы опять будем с самого конца. Но если повезет, будем сидеть вместе. Но людей, как видите, много здесь в аэропорту. Мы когда прилетели, я еще говорил, что у нас мы проверяли температуру. Я очень сильно тогда удивился. На самом деле, ну это люди так писали, что якобы здесь есть специальные сканеры, какие-то камеры. То есть ты идешь, они видят, есть у тебя температура, нет у тебя температуры. Вот так вот. Ну это по сухам есть? Ну да. Ну мы в принципе, когда проходили, ну вот это, ставили штамп в паспорт, там мы стояли перед пограничником, там у него были какие-то камеры. Может там она находится, я не знаю, что это такое. Ну что, мы прошли регистрацию, все нормально, сидим вместе под окном. Если мы сидим под окном, значит я смогу снять видосики с иллюминатора. Правильно? А не как в прошлый раз. Да, а то в прошлый раз пришлось мне, когда мы сюда летели, вставить видео с прошлой поездки, когда мы взлетаем. Люди писали, ты сел в Боинг, а из окна показал аэробус. Я не думал, что у меня такие эксперты тут все. Да, или наоборот. Билеты тоже тут все профикали нам. Здесь такой штрих-код, да, и в каждом билете, и там его пикают. Уже встает солнце. Так, мы уже проходим последние этапы. Температуру никто не мерил здесь, правда? Не входи в аэропорт вообще. Ну, видимо, нет. А не видимо, мы не знаем. Все, тут пограничники, я выключаю камеру. Так, прошли мы зону дьюти-фри. Смотри, какие огромные чупа-чупцы под 12 евро. А здесь, наверное, маленькие находятся. Короче, маленькие. В общем, рассказываю всю последовательность, что мы проходили в аэропорту. Первое, при входе в аэропорт. Ну, температуру вообще никто не мерил. Получается, просканировали сумки. Отдельно выкладываем ноутбуки, снимаем ремень. Вот, проходим через рамку. Затем прошли регистрацию. После регистрации поднялись, нам пикнули билеты. После того, как пикнули билеты, мы прошли паспортный контроль. Вот, после паспортного контроля опять нам просканировали все вещи. И все. И вот мы уже пришли в зону дьюти-фри. В общем, видимых изменений нет. Да, все как было, так и есть. Вот так вот. Ну, может, специальные датчики стоят и так далее. Если у кого-то температура есть. Там на входе, в общем, есть окошки, где делают тесты. Да. Вот, и, наверное, если у кого-то есть температура, то их куда отходят. Или как они на эту процедуруют. Да, но я не знаю, как они проедут. Вот кто знает, есть ли какие-то датчики в аэропорту, которые реагируют на людей. Ну, не знаю. Смотрите, ну, немножко про цены вам расскажу. Можно здесь карточкой пикать. Получается, Coca-Cola стоит 3 евро, водичка стоит 2 евро. Вот, Panta eSpray тоже по 2 евро. Таких автоматов обычно подешевле стоит, а тут очень. Ну, да. В Эмиратах можно на доллар 3 бутылки воды купить, например. А здесь 2 евро стоит бутылка воды. А в магазине она стоит 0,75 этих. На доллар можно купить, да, сколько там, больше 10 штук. Так, ну, вот в кафешке цены всякие, смотрите, ну, вот по 6 евро, 6,50 он показывает. Это какая-то лапша с какой-то приправой. А здесь? А, да, это... Евро 50, дешевле, чем в автомате, да. То есть, надо качать. Потом пиво 7 евро, сок 4,50 евро. Этот, всякие напитки 3,50 евро. Рэдбулл 5 евро. А почему? Такие цены, как в лирах. А в этом он стоил 4,50 лир, Рэдбулл. Кофе 3,50 евро. Ну, в общем, аэропорт, как сказать. Ну, я помню в том году, как он был заполненный. Сейчас он не так заполненный, конечно. И из-за этого до терминала вылетали? Да, ну, мы всегда из этого терминала вылетали. Так, сейчас покажу цены в Старбаксе. И тут удобно есть, можно сесть, и они раздают интернет. Вроде бы. Так, в Старбаксе кофе стоит 3. 3 доллара это эспрессо, 4 это латте. И так, рассказываю лайфхак, как можно бесплатно подключиться к интернету в аэропорту. Смотрите, здесь есть кафешки, вот Старбакс. Ну, я знаю, от Старбакса, может, сейчас даже от каждой идет. Короче, в чеке, ну, например, если вы ничего не хотите есть, вот, либо там, может, вам дорого. Это просто, вот, кто-то уходит, на столе лежат чеки. Вот. И в чеке есть интернет-пин. Но он действует буквально там в течение одного часа. Видите, пишет, вон ауэр. Вот так вот. Просто взяли этот чек, подключились и все. И можете посидеть. Там часа пол, вот так вот. В общем, в аэропорту цены просто гениальные. Я просто, вот на улице, я говорил, там, например, Red Bull стоит 4,55 лир. Здесь он стоит, ну, то есть в городе, здесь он стоит 5 евро. Донор кебаб стоил 10 лир, здесь он стоит 10 евро. Короче, там в лирах, а тут та же самая цена, но в евро. Вот так вот. Кофе там стоит тоже там. А вода даже больше. А? Вода больше. Вода больше, да. Она как полтора-витровая. Да. То есть на улице можно купить 20 бутылок воды, тут купишь одну бутылку воды. Я считаю, что с водой это, ну, реально тупизм. Ну, мне вот, я говорю на примере, ну, конечно, я мало где летал. Вот Арабские Эмираты. Цены в аэропорту высокие, но вода. Там есть специальные фонтанчики, можно воду пить бесплатно. То есть там фетивая вода. Либо, если есть автоматы, на доллар можно купить 3 бутылки. Вот так вот. То есть 1 дирхам стоит вода. Вот так вот. А тут по 2 евро. Вот. Мне кажется, что это, ну, на воду они как-то чересчур цены завышают, потому что при входе они воду забирают всегда. Но я не только говорю про этот аэропорт. Это во многих такая тема. Ну, чаще всего 2 евро. Ну, да. А хоть бы 2 евро было. Не, ну, я говорю, что не только в этом. Это во многих такая тема, вот. Поэтому вот есть аэропорты, которые реально продумали. Может, это государство регулируется. То есть я не знаю, как. Потому что, ну, на воду как-то, ну, это тупо накручивать такие суммы. Потому что вода, в принципе, для людей необходима. Так вот. Это чисто мое мнение. Можете с ним не согласиться, а можете согласиться написать. Там уже на алкоголь то ладно, то как бы это ж не жизненно необходимо. Ну, так все равно там не будет такой накрутки никогда, как на воду. На воду, если и здесь, получается, накрутка идет в 16 раз минимум. Да. Ну, если бы это 2 евро. Ну, да. Ну, в Киеве, получается, 2 евро, или евро 50, я не помню. 2 евро, да? 2 евро, да. Бутылочка 0,5. И 2 евро стоит бутылка сангрии 0,75. Короче, вода по цене с алкоголем. Да, ну, это акция была. Ну, есть как бы и напитки 0,5 были по 2 евро. Да, да, да. Иногда даже акции по евро бывают алкогольные. Понимаете, банки, на воду акции не бывает никогда. Так, ну, еще один, я не знаю, это лайфхак, не лайфхак. Короче, просите, чтобы они вам... Вот мы взяли воду, он говорит, 1,5 евро это стоит. А в лирах сказал 10 лир. Так это получается в лирах... Ну, получается, меньше, чем 1,5 евро. Ну, меньше, да. Вот так вот. Поэтому вы не платите в лирах. Карточкой, да. Да, карточкой расплатилась. Так, ну что, мы уже идем на посадку. Только что еще раз пропикали наши билеты. Сейчас будем весело. У нас еще 50 минут до вылета получается, да? Да, мы. Да, будем весело сидеть. Да, весело. Весело сидеть в самолете, да. Ну что, мы уже сели в самолет. В этот раз та же самая компания SkyUp, да? Вот, но сюда мы летели, в Курцию. Получается, самолет был новый, вообще классный, да? Да. А в этот раз самолет, получается, уже... Ну, он не будет, конечно. Ну да, но видно, не такой новый был. Ну, не может, интересно. Ну, и нету, чтобы он хотел здесь сидеть. Ну, я еще по западу определил. Да. Ну что, самолет уже полностью загрузился. Приятного нам полета. Итак, когда... Ну, кто смотрел видео, когда мы летели в Турцию, я увидел очень классные лайфхаки, как люди делали, чтобы хорошо поспать. Итак, маска превращается... Маска превращается в повязку на глаза. Можно вот так вот спокойно спать. Вот, по-моему, такой маленький лайфхак. Ну, это правда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, вот вы вернулись домой, уже выспались. Вот давай коротко про аэропорт расскажем, да? Какие изменения были. Смотрите, все в аэропортах то же самое, что и было. Вот когда мы с Египта прилетали, когда начиналась там эта вся эпидемия, лично у каждого мерили температуру. Сейчас реально вот мы были в аэропорту Борисполь, когда прилетели, люди шли колонной, и там вот человек сидел в военной форме, и там была камера. Камера, которая, походу, отслеживала температуру. Вот, то есть все в колонну шли. Я вот не понимал в Турции, как они не меряют температуру. Оказывается, там, походу, тоже эти камеры стоят. Да, я думаю, тоже там была, просто ты им не заметил. Не так явно она стояла, да. Как ты любил повторять в этом, в Арабских Эмиратах, про безопасность. Да, про безопасность. Самая крутая безопасность это та, когда ты не замечаешь никого. Да, когда ты, например, идешь по улице, видишь кучу военных, типа, ты думаешь, ну, это такая как, больше, ну, скажу грубо так, показуха идет. Когда ты никого не замечаешь, кажется, это почему, особо никто не проверяет, ну, типа, кажется, вообще безопасности нету, но, говорят, самая крутая та безопасность, которую ты не замечаешь. Вот, то есть, на таком уровне. То же самое и здесь, получается, с температурой, то есть... Потому так как у нас температуры не было, то мы прошли все быстро и как обычно. Ну да, вот так вот. То есть, ты думал, у тебя не мерили, а на самом деле у тебя уже измерили температуру, а у нас только сетчатку глаза, или как это правильно? Сетчатку? Да, сетчатку глаза только в Эмиратах, да, сканировали? Да. И в Египте, да? Да, я не помню. Там сканировали? Ну, я не знаю, вот. Ну, короче, может, и у нас уже тут отсканировали, и уже и температуру измерили, и уже поняли, кто ты, что ты, всю твою биографию уже про тебя все знают. А ты просто шел в дьюти-фрик за этим, за каким-то напитком, и про тебя уже все узнали. Вот так вот. Ну, это чисто мои догадки. Поэтому все хорошо, все супер, все классно, и я вот вернулся, и мне так захотелось куда-то снова уехать. Я просто, ну, реально на карантине вот очень долго засиделся, был такой период застоя, это просто жесть. Ну, так ты и так уже едешь. Мы сейчас просто собираемся в дорогу. Да. Вот мы только прилетели, выспались, и сразу же в дорогу. Вот так вот. На этой прекрасной ноте будем заканчивать видео. Хочу сказать огромное спасибо, что смотрите. Спасибо, что смотрите, ой, досмотрите, да, за то, что пишете комментарии, хороший комментарий, пишете, советуете посетить какие-то интересные места. Очень приятно. Я вас всех люблю. Диана тоже вас всех любит, да? Да, очень приятно. Спасибо большое. Особенно, да. Смотрите, пишите. Да, особенно было очень приятно тех людей, которых я встретил. Ну, очень много людей по тысяче-ка встретил. И в аэропорту встречаю, и вот на пляжах встречаю, и в море встречаю. Вот мы плаваем, кто-то к нам подплывает, говорит, здравствуйте, говорю. А я типа на вас подписан. Вот, ну, встречаем вообще в неожиданных местах. Очень приятно. Спасибо, что подходите. Вот. Да, спасибо, что заботитесь. Мне всегда люди пишут, Алексей, купи Диане вещи, обувь, украшения, введи в нормальные отели и так далее. Да, очень приятно, что люди переживают за меня. Не, ну, как бы в ресторанах мы вроде чуть-чуть походили здесь, да? В этой позиции. Вроде. Ну, не вроде, а походили, да. Ну, как. Мы были там, где хотели и когда хотели. Да. За это вам огромное спасибо. Всем счастья. Самое главное, мира, добра. Всего самого-самого хорошего. Ну, вот была у нас поездка обливания водой, да? В машине много было, ну, разных национальностей, вот. Желаю, чтобы все конфликты были как только такие водяные. Ну, кто смотрел джип-сафари, как мы обливались бутылками из воды. Из воды, вот. Такие веселые. Да, чтобы конфликты между там народами были только такие, вот. Веселые. Всем, да, самое главное, мира, любви и всего самого-самого хорошего. Обязательно путешествуйте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok